Сура Аль-Аср С звука ВАУ Махкий звук Одна из самых распространенных ошибок ВАЛЬ-А И ФАТХА ВАЛЬ-АСР САД СУКУНОМ РА при остановке аннулируется И переходит Огласовка КАСРА аннулируется И переходит СУКУН И по правилам ТАДЖВИДА Если над или под передистоящим звуком Отсутствует огласовка То последний звук подчиняется Передистоящий за буквой СУКУНОМ Значит ФАТХА А буква РА Правило буква РА гласит Она подчиняется Если передистоящий звук является КАСРАЙ То буква РА твердая И поэтому получается ВАЛЬ-АСР Одна из самых распространенных ошибок ВАЛЬ-АСР Буква РА не произносится к большому суждению Куда она так делась? Один Аллах знает И поэтому правильное произношение ВАЛЬ-АСР 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 Тоже ошибка Нужно соединить все в одно единое ВАЛЬ-АСР Итак, уходим на второй аят Удвоение в размере двух огласовок С огласовки ФАТХА Переходим на ЛАМ Здесь у нас ИХФА Мягкая ИХФА В размере двух огласовок Ударение в размере двух огласовок Здесь естественное удлинение В размере двух огласовок КАСРЫ При остановке аннулируется ТАНВИН переходит в СУКУН То же самое применяем правило Которое мы ознакомили вас в первом аяте То есть буква РА подчиняется ДАММИ А так как ДАММА и буква РА читаются твердо ДАММА и буква РА САД Дело в том, чтобы СИН не переходил в звук САД САД, СИН, они свистящие звуки Чтобы мягкость СИНа не перешла в твердость буквы САД И поэтому И третий аят Удваиваем Потом с огласовки ФАТХА Переходим на удвоенный ЛАМ Итого получается естественное удлинение При слитом чтении аннулируется Здесь удлинение в размере двух огласовок Ударение в размере двух огласовок Вот здесь то же самое Ударение в размере двух огласовок Естественное удлинение ДАММЫ Одна из самых распространенных ошибок К большому сожалению Это соединение ДАММЫ с ВАВА И появляется правило ИДГАМ И приходит в ассимиляцию Что является грубейшей ошибкой Нужно разделять между ДАМММой и между ВАВА В размере двух огласовок Все мягкие звуки И согласовки ДАММЫ Мы переходим на удвоенные буквы САД У нас естественное удлинение в размере двух огласовок Аннулируется И артикль аннулируется И переходим ВААМИЛУССА Удвоение Потом естественное удлинение Долгота в размере двух огласовок САЛИХАТИ То же самое Удлинение в размере двух огласовок И при слитном чтении ВААМИЛУССАЛИХАТИ ВАТАВА ВАТАВА Так как звук КАВ Согласовки КАСРА Она читается мягче И получается БИЛХАККИ А НЕ БИЛХАККИ Что является грубейшей ошибкой ВАТАВА САУ БИЛХАККИ ВАТАВА То же самое ВАТАВА Удлинение в размере двух огласовок Уходим на удвоенные Применяем правила солнечных звуков На букву САТ САБА Вот здесь у нас КАЛЬКАЛЯ И КАЛЬКАЛЯ БУКВА БА То есть она мягкая КАЛЬКАЛЯ НЕ САБА 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 Вот здесь РА При остановке аннулируется КАСРА Переходит в СУКУН Итого получается Буква РА в данном случае Подчиняется ФАТХЕ То есть она твердая И в итоге БИССАБР 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 САБА И в завершении Я прочитаю третий аят ИЛЛАЛЬЗИНА АМАНУ ВААМИЛУ ССАЛИХАТИ ВАТАВАСАУ БИЛХАККИ ВАТАВАСАУ БИССАБР Применяя те правила Которые мы аннулировали Те огласовки Которые мы аннулировали Вот в первом аяте И во втором аяте Полностью СУРО Будет звучать таким образом ВАЛЬАСРИ ИННАЛ ИНСАНА ЛАФИ ХУСРИ ИЛЛАЛЛЯЗИНА АМАНУ ВААМИЛУ ССАЛИХАТИ ВАТАВАСАУ БИЛХАККИ ВАТАВАСАУ БИССАБР На этом мы сегодня с вами прощаемся До новых встреч Ассаламу алейкум ВАРАХМАТУЛЛАХИ ВАБАРАКАТУ ВАРАХМАТУЛЛАХИ ВАРАХМАТУ